Сотрудничество Китайской Народной Республики с Казанским Федеральным Университетом давно переросло в масштабный союз, охватывающий все сферы, в том числе образование. Неоднократные визиты и совместные проекты дают возможность университету развиваться в самом широком смысле. С очередным визитом в наш вуз прибыла делегация из Университета Китайской Академии Общественных Наук для подписания меморандума и проведения научной дискуссии. Встречу возглавлял проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев. Также в диалоге принимал участие первый проректор. Проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский и директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов. Заседание проходило в Голубом зале, где после обмена условиями предстоящего соглашения был подписан меморандум. Важная встреча, которая сегодня у нас проходит, это представитель руководства Университета Академии Общественных Наук Китая. Это ведущий социогуманитарный университет Китая, в котором реализуется подготовка практически по всем направлениям, специальностям, связанным с гуманитарными областями знаний. Это философия, социология, политология, экономика. Это, собственно, марксистская теория, международное отношение, образование. И сегодня мы обсуждали, это была первая встреча, мы обсуждали возможные варианты сотрудничества. Уже достигли соглашения, что на будущий год мы, скорее всего, будем проводить совместную конференцию, форум, посвященному современному марксизму. Также договорились о возможной программе обмена аспирантами, магистрантами. Собственно, вот эти общие договоренности, они были закоплены в том меморандуме, который был подписан. Затем гостям рассказали об исторически значимых моментах прошлого нашего вуза. И провели экскурсию по памятным местам, связанным с известными людьми, некогда учившимися в Казанском университете. Обширная экскурсия по музею истории КФУ в Ленинской мемориальной аудитории и проход по залам главного здания помогли гостям закрепить сложившееся мнение о Казанском федеральном университете и окунуться в историю, которую уже много лет бережно хранят стены вуза. И сейчас коллеги знакомятся с историей нашего университета, но у нас сегодня еще предстоит небольшая научная дискуссия, в рамках которой будут обсуждены современные тренды в развитии марксизма, в том числе то, каким образом он является основанием для современного экономического этапа развития самого Китая. Это достаточно интересно, как марксизм трансформируется и выступает идеологической основой для современной, уже такого отчасти капиталистического развития этой страны. Ну, посмотрим, как будут продвигаться наши отношения, но на самом деле это действительно очень интересный университет, и я думаю, что у нас очень неплохие перспективы сотрудничества. Этот этап развития партнерских отношений с Китаем был успешно пройден Казанским федеральным университетом, а это значит, что новые совместные проекты не заставят себя долго ждать. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости.